МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Увидное ТВ. Новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Преступное пренебрежение правилами использования земельных участков под линиями электропередачи выявили сотрудники Южного филиала акционерного общества МОЭСК. Как минимум они нарушают габарит. Габарит – это расстояние от нижнего провода до поверхности земли. В Ленинском районе прошел тотальный диктант в этом году. В России он проводится в 15-й раз. Мы не гонимся за рекордами, мы гонимся за грамотностью. И за тем, чтобы молодые люди понимали, что писать грамотно – это очень современно. В Видновской школе номер 10 прошел финал конкурса «Герои нашего времени», к которому ученики, их родители и учителя готовились больше года. Помогали и дядя, и мама. Мы вместе сидели за чаепитием. Мы просмотрели еще раз новостную ленту про этого героя. Энергетики Южного филиала акционерного общества МОЭСК провели рейд по охранным зонам воздушных линий электропередач высокого напряжения, расположенным в районе деревни Калиновка. В ходе проверки было выявлено преступное пренебрежение правилами использования земельных участков под линиями. По мнению специалистов, такие действия могут иметь катастрофические последствия. Участниками рабочей поездки стали представители службы линий и безопасности Южных электрических сетей, прокуратуры Ленинского района, Госадмотехнадзора и отдела по охране окружающей среды муниципалитета. Нарушения видны невооруженным глазом. Здесь происходит нарушение охранных зон воздушных линий электропередач, видны Расторгуево-Расторгуево-Пахран. Данные линии класс напряжением 110 кВ, которые питают тяговую подстанцию Расторгуево, которая в свою очередь обеспечивает энергетикой Павелецкое направление РЖД. Чтобы вести подобные работы, необходимо получить разрешение Московской объединенной электросетевой компании, но специалисты никаких документов не получали. Судя по тому, как раскатана в этом месте грунтовая дорога, грузовики здесь курсируют постоянно. Правда, поймать их удается не всегда. Например, за все время, пока мы здесь находились, мимо не проехал ни один автомобиль. Помимо того, что в этом месте идут работы по возведению неизвестного объекта, здесь нарушаются все возможные санитарные нормы. Сюда сваливается строительный мусор. При помощи местных жителей обнаружить нарушителей все же удалось. Пойманы буквально за руку водители автотранспортных средств, пойманы номера машин. Зафиксированы. Вызывались на место наряды полиции. То есть составлены протоколы, написаны заявления, которые находятся в правоохранительных органах. Данные информации, все материалы передаются в полномоченные надзорные органы. Это Министерство экологии Московской области, которое дальнейшее ведет расследование и должно привлечь нарушителя к ответственности. Работа вблизи линий электропередачи регламентируется специальным постановлением правительства. Но достаточно руководствоваться обыкновенным здравым смыслом, чтобы понимать всю опасность такой самодеятельности. Как минимум они нарушают габарит. Габарит – это расстояние от нижнего провода до, соответственно, поверхности земли. То есть при нормативе габарита 6 метров до провода, они, соответственно, нарушают данный габарит, отсыпая, поднимая грунт. При этом подвергаются опасности сами рабочие. Линии находятся под большим напряжением. Получить электрический удар можно не касаясь ее, а просто находясь поблизости. Есть еще одна весьма серьезная проблема. Мы видим, что грунт вываливается прямо на берегу реки Купеленьки. Там, немного подальше, она впадает в Бицу. Из-за этих завалов Купеленька растеклась в нескольких местах, и основания ЛЭП оказались в воде. Это грозит настоящей катастрофой. В случае обрушения опоры без электричества останется не только несколько населенных пунктов, но и по Велецкой направлению железной дороги. Мы, конечно, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы прекратить это безобразие. И ущерб, который нанесен водному объекту, водоохранной зоне, естественно, полномочные органы сейчас этим занимаются, рассчитывают этот ущерб и будут выставлять, я думаю, его именно нарушителю. В ближайшее время состоится рабочая комиссия, в которую войдут энергетики, представители прокуратуры и руководство муниципалитета для координации действий по выявлению и наказанию нарушителей. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. До 1 июня на портале Добродел проходит сбор предложений по ремонту региональных и муниципальных автодорог на следующий год. На интерактивной карте портала отмечено почти 45 тысяч участков дорог. Чтобы предложить дорогу в ремонт, необходимо выбрать свой муниципалитет на карте, а затем отметить участок дороги, который необходимо отремонтировать. Каждый пользователь может оставить предложение по ремонту одной дороги. В программу ремонта на 2019 год включили 620 автодорог протяженностью более 700 километров. 15 лет назад в Новосибирском государственном университете прошел первый тотальный диктант. Тогда никто и не думал, что спустя годы акция обретет не только всероссийский, но и международный масштаб. Вот и в «Видном» диктант пишут уже не в первый раз. О том, почему написать текст под диктовку из года в год, стремится все больше людей, узнал наш корреспондент Арсений Рогозянский. В коридорах 10-й школы непривычно тихо. Вместо уроков в стенах учреждения проходит тотальный диктант, который уже второй год подряд собирает около 100 человек разного возраста. Участником тотального диктанта может стать каждый, ведь его целью является проверка знаний русского языка. Перед началом испытания участники проходят обязательную регистрацию, иначе результаты могут быть не зафиксированы. По словам директора 10-й школы Веры Калмыковой, количество участников – не главный показатель. Куда важнее качество написанных работ. Мы не гонимся за рекордами, мы гонимся за грамотностью и за тем, чтобы молодые люди понимали, что писать грамотно – это очень современно. На некоторых бейджах под именами можно было заметить надпись «Диктатор». Так организаторы в шутку назвали тех, кто начитывал участникам текст. Самый юный диктатор Екатерина Листопад перед прочтением заметно волнуется, но понимает важность возложенной на нее миссии. Я считаю, что это очень полезно, потому что это позволяет детям узнать, насколько они грамотны и проверить свои знания. Репрессий от диктаторов за использование шпаргалок не было, да и желающих списать тоже не нашлось. Все участники прекрасно понимали, что они проверяют собственные знания, а не скорость мобильного интернета. Виктория Сегидина в свою дальнейшую жизнь собирается связать с лингвистикой. Написать диктант она пришла не только из-за интереса к своей будущей профессии, но и чтобы проверить одну весьма философскую мысль. Грамотность – это основа жизни, а без грамотности человек некрасив в принципе. Не обязательно быть красивым внешне. Мне кажется, если ты красив, словесный, то тебя общество уже будет любить. Тотальный диктант писали не только школьники. Учитель русского языка и литературы Видновской школы номер 2 Зарима Алиева проверила себя. Интересно поучаствовать, интересно посмотреть, как все это происходит. Я работаю в школе, и сегодня пришли мои дети. Хочу вместе с ними побывать здесь, посмотреть, как они, и поддержать их, и проверить заодно свои силы. Автором «Тотального диктанта» в этом году стал Павел Басинский. В тексте писателя рассказывалось о мхатовской постановке пьесы Максима Горького «На дне», а сама работа называлась «Ловец душ». С результатами испытания своей грамотности можно ознакомиться на сайте «Тотального диктанта». Там же пройдет разбор ошибок, которых, надеемся, у участников акции в Видновской школе номер 10, будет крайне мало. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, «Видное ТВ». Наш мобильный репортер стал свидетелем утреннего рейда, который проводят сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения из ВХТЛ и Центра детского творчества «Импульс». В рамках проведения социальной кампании под названием «Без вас не получится» ими организовано дежурство на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном около детской поликлиники, где в утренние часы дети идут в школу и детский сад. Участники рейда призывали водителей пропускать пешеходов и помогали вместе с «Зеброй» переходить дорогу, а также вручали листовки с тематикой безопасного поведения на дороге и в автомобиле, в том числе связанной с перевозкой детей. Многие участники дорожного движения не отказались от возможности сделать селфи с главным героем акции «Зеброй». В Видновской школе номер 10 прошел финал конкурса «Герои нашего времени», к которому ученики, их родители и учителя готовились больше года. Каждый участник рассказал о том, кого он считает героем нашего времени в любой доступной для него форме в виде проекта, рисунка, стихотворения или рассказа. О том, кем гордятся современные школьники, в нашем следующем сюжете. Доктор Лиза, хирург Леонид Рошаль, актер Константин Хабенский, солдат Сергей Солнечников, спортсмен Шаварш Карапетян, школьница Юлия Король. Что общего у всех этих непохожих друг на друга людей? Все они совершили героические поступки и спасли чьи-то жизни. Герои конкурса – реальные люди. Наши с вами современники, совершившие настоящий подвиг в мирное время. Именно они – герои нашего времени, о которых со сцены в Видновской школе номер 10 рассказали финалисты одноименного конкурса. В конкурсе герои нашего времени принимали участие ученики всех классов, их родители и учителя. Больше года ребята готовили свои проекты и защищали их перед строгим жюри. В итоге в финал вышли 9 участников в разных номинациях – проект, рисунок, рассказ или стихотворение. Мы посчитали, что это очень важным детям показывать именно такие идеалы и ориентиры, к которым надо стремиться. Именно на этом детям прививать патриотизм. Один из таких героев сейчас преподает в 10-й школе ОБЖ. Андрей Пронцев более 17 лет проработал спасателем. Участвовал во множестве контртеррористических операций, в том числе в освобождении заложников на Дубровке в октябре 2002-го. Выйдя на пенсию как спасатель, решил, что накопленным опытом нужно делиться. Так и оказался в 10-й школе. Девочки из 11-го класса посвятили ему свой проект. На героическом поступке способны многие. И к этому героическому поступку надо уже стремиться с юных лет. А в этом проекте дети узнают о героях мирного времени. И перед глазами у них встает картинка, как люди шли к таким достижениям своим. Ученик 4-го В-класса Александр Лаевский посвятил своему герою, солдату Сергею Солнечникову, проникновенное стихотворение. Сергей во время службы в армии накрыл с собой разорвавшуюся гранату, чем спас своих сослуживцев от гибели. Ты смотришь в вечность, не мигая, 31 тебе всего. Книжинки падают, летают, лица коснувшись твоего. Сергей, ты был для нас примером. Ты сильным командиром был. Ты был достойным офицером. И честно Родине служил. Саша рассказал, когда узнал о конкурсе, сразу вспомнил, как однажды услышал о подвиге Сергея по телевизору. И сразу решил, вот он, его герой. Готовиться к конкурсу мальчику помогала вся семья. Помогали и дядя, и мама. Мы вместе сидели за чаепитием. Мы просмотрели еще раз новостную ленту про этого героя. Мы стали искать информацию. Ну, помогали. В этом возрасте еще ребенку требуется помощь. Я думаю, не каждый решится ценой своей жизни спасти. Хотя, ну, выбор был очевиден. Либо он один умерет, либо все они. Вдохновившись чужими подвигами, все финалисты конкурса уверены. Если потребуется, они тоже будут готовы прийти на помощь. Ведь чужой беды не бывает. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 19 апреля, утро ожидается ясным. А днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков температура плюс 10 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»